Ола Амигос, на связи Матвей. И сегодня в этом видео я хочу вам рассказать одну очень интересную ситуацию, которая произошла во время судебного заседания Apple's Epic Games. Суть в том, что в первый же день этого суда на конференцию каким-то непонятным образом ворвались школьники и сорвали судебное заседание. Дети без остановки кричали о том, чтобы Fortnite вернули на iOS, рекламировали свои YouTube-каналы и оскорбляли самого главу Apple Тима Кука. Обо всем этом вы поподробнее узнаете в сегодняшнем ролике. Более того, в конце видео я вам предоставлю эксклюзивные записи этого самого судебного заседания с приводом на русский язык того, что кричали школьники. Ролик обещает быть интересным, ведь на русском YouTube такого еще никто не снимал. Ни в коем случае не переключайтесь. Но перед тем, как мы начнем, если вы впервые на моем канале, если вы так же, как и я, играете в Fortnite на мобильном устройстве, то обязательно оформите подписку. Тут вы сможете найти единственный и лучший контент по Fortnite Mobile во всем СНГ. Ну а если вы уже подписались, то ни в коем случае не стоит забывать, что лучшая поддержка меня это мой дегавтор Мотивкар в вашем жде в магазине Fortnite. Смело водите и покупайте исключительно с ним. Также ты можешь делать скрины своих покупок с моим тегом и добавлять их в специальный альбом нашей группы канала ВКонтакте, ну или специальный канал в нашем дискорд-сервере. Ссылку на это все ты сможешь найти в описании. Именно таким образом ты сможешь попасть в ролик, как и следующий, ребята, в конце видео. Ну а также теперь я читаю именно трех пользователей, которые первые оставили комментарий под последним видео на канале. На этот раз огромное спасибо Сейдену, Фортику, Рофул и Крокодейлу. Очень рад, что смотрите мои видео первыми. Надеюсь, вы меня поняли и теперь давайте, наконец-таки, перейдем к сегодняшней теме. Для начала давайте я вам все же объясню, каким образом обычные дети смогли взломать конференцию с судебными разбирательствами двух гигантских компаний. Какой именно сервис они использовали для конференции, не сообщается. И это для того, чтобы избежать лишней рекламы какой-нибудь очередной компании, по типу зума, дискорда, неважно. Вообще здесь не так имеет большое значение тот факт, в каком сервисе проходила конференция. Ведь в них всех принцип работы практически один и тот же. В любом случае, дети никак сами не могли взломать конференцию. Это очень сложно и подвластно только профессиональным хакерам. Так что здесь я на все 100% уверен, что конференцию взломал какой-то доброволец-хакер и слил ее доступ в какой-нибудь дискорд-сервер по Фортнайту, откуда туда и пришли школьники. Зачем это было сделано, никто точно сказать не может. Как такового посыла взломе этой конференции не было. Школьники просто пришли, что-то поорали, прорекламировали свои маленькие каналы и их удалили. Но по итогу инфоповод получился достаточно большой. Скорее всего, все это забавы ради. Как-никак данная ситуация не помешала судебному процессу и позже конференцию восстановили. Эх, вот бы мне оказаться на этой конференции, я бы эту проблему с Apple и Epic Games решил бы за 5 секунд. Ну и конечно же, не забыл бы прорекламировать свой YouTube канал. А что бы сказали именно вы, оказавшись на этой конференции? Обязательно пишите в комментариях, лучшие варианты я, конечно же, лайкну. Ну а теперь, давайте посмотрим на мной переведенную версию того самого момента конференции, когда на нее присоединилась куча детей. Заранее поблагодарю вас за просмотр этого видео, обязательно поставьте лайк за мои старания. И по традиции с вами, как всегда, был Матвей. Аста-луэго. О, нет, нет, нет. Они реально такие, о боже, это была монополия. А они думали, что у них ее самих нет. Думаю, она есть и у них, и у Android. Они реально убогие говняки, потому что это очевидно. Очевидно, Apple сами монополисты. Все технологии только у них, даже взгляните на уведомления в iMessage. Уверен, я угадал. О боже, Apple монополисты, они и дают нам заработать много денег. О, чувак, я за это в аду гореть буду. Не знаю, Эпики засудят меня после этого. Чил, я теперь тоже монополист, не так ли? Не знаю, получу ли я деньги. Мне просто остается заплатить юристу 2 доллара, если у меня их нет. Придется найти дешевку юриста на улице, если вы все соберетесь подать на меня в суд, потому что на моем счету всего 2 доллара. Вы ничего не сможете заработать с меня. Чел, все, что ты можешь сказать, это то, что Эпики виновны. Я уверен, вы будете так продолжать. Сначала эти 3 недели, потом другие 3 недели. Ах ты ж смазливый пес. Соси. Даже не знаю, могут ли они вообще меня услышать. Знаешь, тебе не нужно быть специальным модератором, чтобы вернуть Fortnite. Акционерная собака, камон. Я могу так же поступить со своей собакой. Ладно, удачи вам, дети, поговорить. У меня VPN. О, камон, поднимите руки, кто думает, что Тим лапочка. Эм, я имею в виду... Да, Тим Кук в буквальном смысле гей, но вы знаете.